всем привет вот наконец купил себе дорогущую желтую латинскую каску да один из из редких и дорогущих цветов это самое да это указка 589 миллиметров желтого спектра самая стоит 25 тысяч рублей мощность 5 милливатт да да всего лишь и сегодня мы разберем то есть сначала попробую аккуратно разобрать ну потом если аккуратно не получится пойдем в более суровым методом говорится так сейчас я вам покажу как она вообще ходе выглядит вот частота 589 миллиметров написано 5 милливатт так ну чё ж да здесь кстати вот в комплекте должна быть батареечка но продавец любым потому что застатка была проблема то есть это реалитет но я поискал поискал в нашем магазинах это оказался мне полный геморроем поэтому я дёрнул ее из одноразок да да я выпил ты не поделаешь так ну естественно затолкал его вот сюда вот там такая такого метра он идеально так сказать подошел вот сама такая указка вот и закрутка ну ладно давайте я вам покажу хотя бы как она светит светит она не ярко как многие могли подумать но цвет очень интересная конечно то есть желтый цвет он напоминает чем больше ну наш так сказать уличные фонари оранжевого цвета ну чё ж да еще и сейчас покажу чё есть какое-то такое да это единственная часть которую можно открутить посмотреть чего хотя бы внутри на ней особо-то никаких надписей таких нету важных вместе с указанием чистотой на этикетки ну чё ж давайте покажу на свет вот такой огонёчек это самое конечно надо было выключить свет это самое но света сейчас не могу вылечить тоже видеть прожектора металлогалогеновый горят поэтому это я вам покажу вам потом указка кстати очень чувствительна к температурам в частности к низким может не светить вообще на холоде потому что желтый лазер довольно сложный лазер считается то есть если брать лазерный модуль нового спектра сам белье на несколько температур на птиц на его накачки да 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 то есть сначала диод накачивает кристалл какой-то да я не знаю там какое накачивать потому что это самое по мнению нигде информации нету поэтому я ничего не знаю и хочу посмотреть как устроена вторая гармоника естественно увидеть какие здесь зеркала стоит так ну ты еще раз я вам покажу да да кажется что она еле 3 на самом деле она довольно-таки ярко горит это самое но комната конечно не освещает ну чё ж поехали не буду мариновать любопытных кажется и попробуем ее разобрать так вот конечно на не откручивается почему-то промо сейчас вынуть с другой стороны модуль надавить его туда и быть может он и вынится нет походу при этом все-таки к суровым методам прибегнуть то есть к посадежям да вот что-то задвигалось очень-очень прочно работа боюсь до ужаса были не понятно вместе то ли склеены это модуль самым не шатается даже поэтому есть продолжение тут а сама модуль то есть корпус только надо как-то разделить байк батареечного блока смотреть я думаю надо вынуть резиновую кнопку почему-то через вверх как там вообще-то что-то полезно и поглядеть да да не промоус какой-то еще сволочи рекламу включили надо вот теперь она наконец-то задвигалась вот эта часть когда я был на кнопку прям так интересно тараканы были на меня доказываются система ниппель это оказывается сам модуль вот эта часть это походу сам модуль чуть не до кабинем короче должен быть закручен а нет он походу все-таки вставлен да этот модуль походу вставлен здесь рубчик есть пробу его открутить регулятор мощности кстати есть на плату сейчас вам покажу как он вот так есть регулятор мощности конечно трогать его не советую никому мало ничего вдруг ее накачка хитрый какой-нибудь так Так. Корпус я уже, конечно, подломал чуть-чуть, только, конечно, линзу, главное дело, не задеть. Видно вам, нет? Так, вот сейчас мы ее будем так пытаться разворачивать, как у нас получится. Таким образом, что-то получается довольно-таки плохо. Тонкая латунь здесь. Интересно, сам линзу откручивается, нет? Линзу 10 мм туда... А, нет. Сейчас линзу откручивается. Да. У нас откручивается линза, и там что-то непонятно, что, короче. Ну, короче, там внутри, оказывается, еще один модуль из алюминия. То есть, вот я вам покажу, как она внутри сделана. Вот так она сделана внутри. Для чего-то там блестяшка хренов знает, конечно. Потом мы его сейчас закручиваем, чтобы туда не летела пыль. Он, конечно, весь должен разбираться. Сейчас я новый инструмент достану. И этот инструмент называется «Ноктигрыск». «Ноктигрыск». Нет. Таких дел – самое то. Нет. Таких дел – самое то. «Ноктигрыск». «Ноктигрыск» Натурнабад, конечно, все дело выночил, чтобы набрать за основной части. Ну, по-вестгу-то… Попробую вот так туда его, только плату бы брить, а это лучше к збачку. Аккуратно, мало-помалу, вам надо не затронуть саму внутреннюю, там будет полный капец. Вот они довольно-таки толстые и очень плохо пилиться. В тиски, конечно, нежелательно зажимать такую вещь. Потому что можно оставить оптические компоненты. Аккуратно. 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 Делать напряжение. Какой-то двигается, какой-нибудь? Да, вторая, помню, писатижи нет таких. Зараза. 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 Какой крепкий корпус-то, блин. Теста третий и то куда легче уж разбирается. Теста третий и то куда легче. Кольцом вот в перцу, непонятно, что он делает. Кольцо что-то закрутилось, кольцо стало двигаться, может нам повезет, и здесь не только кольцо стало двигаться, да, вот кольцо удалось снять, а все остальное почему-то так и не удается по-прежнему. Да, я уверен, кстати, не каждый будет такой делающий, но штука дорогая. Лучше посмотреть просто это видео. Я уверен, но он вам поможет в том, чтобы не ломать самому, если кто-то купит данный реалитет. Так. Так. Ну что ж. Вольба. я его почти распилил, поэтому я вставлю сюда стверку, попробую раздаводить корпус, так сказать. Думаю, он немного хотя бы разжился. Нет, прочно сделаю. Я стараюсь пилить. Затем. Затем. По-opticateころ. Вiertу перьим, я его так непредэ. Спасибо. Все вchu-нуки. Значит, собираем за плюсом, все investedеи. Этем teams. вот вот наконец он стал ломаться я приближу лучше стол чтобы вам все досконально было видно так вот так надеюсь лучше заведи значит оно должно я так думаю уже вытащиться вот сам модуль как выяснилось он был посажен на силикон дорогущий желтый лазерный модуль так ну чтобы не засрать наш любимый чистый спирт и нафиг здесь все потереть а не то будет полный капец вообще если компонент такого не любит я не говорю чтобы здесь прям идеально чтобы чисто было ну хотя вот чтобы немножко так сказать хотя что то здесь на пыли так мафия если какая-нибудь крошка металлическая попадет это будет капец нафиг так ну чё ж вернемся к самому модулю вот так он выглядит желтый лазерный модуль от лазерной указки за 25000 рублей доставлять везде этот номер что ж теперь давайте его тут откроем и раскрутим его где-то у нас писатижа теперь нам не брать руками открутить да вот она снова откручивается да здесь типа права на паске чего только нет короче полнонабор короче герметик так же ужас охренеть что-то я здесь ничего не вижу такого на что бы я охренел ну кристалл стоит чего чего дальше а больше ничего и не видно да мазали за сранцкрем все нафиг так сейчас я посмотрю что еще открутить можно здесь конечно все нахрен зарит крем вдоль и поперек то есть это конечно не модуль лазерный это указка с лазерными модулями есть болты можем было разобрать здесь их ни хрена нету ну то есть кроме снятия кристалла здесь тоже клеем залито да это именно клей не герметик ни фига то есть вот так сказать хрен подберешься к чему но вот это вот явно то что вот это выходной кристалл какой то то есть либо выходное зеркало да нет вот есть туда поглядеть внутрь это как будто больше выходу кристалл не будет и фильтр какой то стоит здесь даже под ним рассеющая линза это кусок металла я так понял то что это от разброса от лишнего то есть что хочу сказать вот так он сделанный сделан так вот указка и редкого желтого спектра что конечно вот здесь у меня хрен надо докопаться мне кажется только сломаешь здесь еще на ультрафиолетом клее то есть если вот это повернуть может сломаться вот эта часть хотя внутри что-то еще стоит какая-то медная болташка блин была бы вторая если бы все разломал бы просто все так ну вот нашел я как ее разобрать что ее автогенкой нагреть это место то есть все очень-очень сложно разбираться не хочет но все-таки попытаемся разобрать ее причине того что мы очень любопытные нам очень интересно как устроен желтый лазер вот я наконец-то вынул все это дело вынул оптическую скамью оказалось она не настолько большой как я себе представлял вот это какой-то кристалл то есть это самое чем-то чем-то похож на яг но хрена знает вполне возможно то что это не он то есть вот рассмотреть поближе может кто-то разбирал кто-то знает что это за кристаллы здесь стоит желтые лазерные указки то есть это самое вот здесь стоит один кристалл всего лишь один это самое и то есть один кристалл удвоитель и второй стоит тоже удвоитель частоты но уже до 589 нанометров вот мне интересно конечно как так сделано вот по интересному то есть я рассчитывал то что здесь две гармоники будет два вот таких больших кристалла это самое либо два вот таких кристалла будет стоять это самое но здесь как-то сделали прям уж очень просто так сказать это самое вот теперь сейчас попробуем залезть вот сюда еще вот интересно что здесь сейчас я возьму что-нибудь поострее секундочку вот 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 так и что еще забыл показать здесь это вот вот чутама здесь просто линза просто линза и все больше ничего нет это самое но лица приклеена ультрафиолитовым клеем то есть понятно то что там стоит инфракрасный лазерный диод который накачивает этот кристалл хотя немного попоздней мы доберемся еще туда то есть сейчас мы узнаем чего вот здесь попробуем содрать этот силикон нафиг аккуратненько вот таким вот образом запись вроде бы идет и сейчас мы постараемся узнать что там то есть уж как-то уж слишком просто сделано здесь уже получается то есть он более сложнее если он такой дорогущий здесь просто вроде как обычный зеленый и 473 нм но система слишком очень похожая так сказать за такие деньги то есть принц чтобы что-то новое увидеть почему-то нет нифига так сразу силикона очень-очень много его надо очень аккуратно нам помимо силикона что-то еще стоит и я подразумеваю то что это как раз выходное зеркало желтого лазера то есть самое поэтому мы попробуем сейчас вот эту штуку что-то что-то не получается нам ее снять вот она потихоньку стала сниматься так вроде снимает и вот вот я снял рассеющую линзу желтого лазера 589 на метров то есть с этой стороны она круглая а вот с этой она уже квадратный получается нафиг а хотя может она тоже круглая может силикон здесь сейчас узнаем да она тоже круглая это просто светофильтр стоял то есть остался то есть силикон наполнен на линзу и получается то что она испачкалась так ну то есть форма осталась а вот это вот дальше ой блин зеркало засрали просто взяли засрали зеркало это самое выходное лазерное вот это выходное лазерное зеркало зеркало и вот здесь вот когда все это дело клеили клей протек прямо на само зеркало и можно сказать то есть если он прямо на линзу затек бы то есть на зеркало прямо затек на центр тогда конечно это был бы уже барак нафиг но здесь он затек только по краям но довольно таки все равно много вот я вам сейчас покажу 589 нанометров лазерное выходное зеркало это вот это и одновременно удвоитель частоты да какой фиг знает из из какой фиг знает то есть в этом в этом плане я ничего сказать не могу то есть вот какой именно вот этот кристалл стоит потому что здесь все очень похоже как у зеленых у зеленых у зеленых 532 и 473 нанометра вот это я хочу сказать то есть ничего особенного именно так вот сейчас я посмотрю на просвет и покажу вам то есть на просвет вот как раз если брать на просвет на просвет сама эта сборка она зеленая то есть даже не знаю это фонарь был вот именно показать вот наш вот вот так вот так как то наверное будет вам видно сейчас секундочку вот вот действительно немного света да вот так наверное вы сможете видеть то что на просвет она зеленая вот то есть у 532 нанометра она будет красная а здесь она на просвет она зеленая то есть то есть когда ты видишь только выходящий зеленый цвет то есть это самое конечно зеленый цвет это связан с выходным зеркалом еще которое почему-то почему-то отражает синий то есть только синий отражает но с другой стороны она скорее всего уже отражает желтый сам то есть обратно желтый еще какие-то спектры так ну чё ж это самое вот в плане этого мы разобрались это самое сейчас мы пойдем дальше ведь нам интересно мы любопытные и мы пойдем дальше мы посмотрим что там стоит за диод накачки всего этого добра главное конечно до него докопаться потому что сделан сделан все довольно хитро 5 ватта сразу не поймешь как это дело все работает так так благо мне повезло там стоит обычный силикон то есть там приклеен силиконом поэтому надо найти игру какую-нибудь и подрать его нафиг аккуратно конечно мелкая отверточка тоже подойдет по крайней мере мне хочется в это верить и и и Мне просто хочется посмотреть, что там стоит за лазерный диод, и сама стала крутиться. Сейчас я попробую открутить и показать вам, что там вообще внутри может быть. Грязь конечно налетела уже. Надо немного крутить назад и почистить еще раз. Чтобы она легко откручивалась. Я конечно очень удивлюсь, если эта линза пластмассовая, за такую цену, за лазерную каску. Я просто охрене ей реально на это. То есть она действительно пластмассовая здесь стоит. Как вот в дешевых, допустим, лазерных касках. Пластмассовая здесь стоит. Вот ни хрена не раскручивается. Поэтому надо ее поворотить назад немного открутить. То есть... Сделано все довольно неудобно и витиевато. То есть, чтобы так вот взял, разобрал, допустим, что-то открутит отвертку. Так. 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 Ни фига не откручивается. Так. Так... Так... Так. Так. Лезем туда опять, что-то, значит, мешает нафиг, мешает что-то процессу, чтобы я мог открутить, допустим, линзу. Так. Он сатирами, чтобы не повредить плату, и был упор довольно-таки большой, потому что клея набухали, крутиться все это дело не хочет. Растворить туда, конечно, идти сейчас нельзя. Потому что вдруг там какой-нибудь СМО он ставит, лазерный диод, тогда будет полный капец. Вот так. Да. Он потихоньку идет. Конечно. Но я все жду, не дождусь, когда же пройдет то место, где был клей. Так. 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 Пробую сейчас назад, вперед. То есть туда-сюда его крутить. Не знаю, конечно, как вам кушают, показать, как я линзу там кручу. Тоненько вставить такое. Нет. Уж чего-то и нет. Ничего. не надо было, конечно, подготовиться. Хотя фигза, может быть, этот отверт больше подойдет таких целей. Хотя вряд ли. Думаю, это все-таки самое тонкое, что у меня есть на данный момент. Хорошо. Продолжение следует... Попробуем нагреть, может поможет... Реально я уже задолбался... Давай-давай, иди... Она уже как поближе стала... Надо еще и подогреть... Болдовинку... И пусть с этой боку заразастрела... Солнычь... Продолжение следует... Просто раз и ни туда, ни сюда... Продолжение следует... Ну что-то нахрена... Так далеко нах... Что-то делать... Закручивать... Неужели нельзя было просто... Делать платформу... Поставить те же кристаллы... Это самые линзы... Как обычно модули делают... Хотя модули тоже... Куча колеи... И прочие шляпы... Так, ну сейчас я пристанавливаю видео... Чтоб оно не было таким длинным... И продолжу... Ну вот, мы продолжаем... В кабинете... Желтый лазерный модуль... Точнее, желтую лазерную каску... И сейчас я откручиваю линзу... Линзу диода накачки... Которая очень... Качественно... Приклеена клеем... Ультрафиолетовым... Мне хочется посмотреть, что там за диод хоть стоит... Может какая-то еще дополнительная оптика есть... Это самое... То есть... Вот я его почти открутил... Короче, геморрой был... Немеренно просто... Вот она... Кстати... Да, это выпуклая линза... Сейчас я посмотрю как сам... Выпуклая в одну сторону... Смотрите... И она вроде как стеклянная... Как мне... По крайней мере, мне так кажется... Лапочка, конечно, на нее не желательного... Может еще пригодится... Похоже на стеклянную... Так... Сейчас... Секундочку... Я тут... Зергало поправлю... Которое мне позволяет... Блин... Зараза упала еще... Сейчас... Секундочку... Сейчас... Секундочку... Вот... Хотя... Погодите... Батник... Не стараемся... Сейчас... О... Вроде как поставил... Да... Вот она у меня сместилась... Это зеркало... Но... Позволяет мне... Как сказать... Видеть, что телефон не глючит... Пока я снимаю... Да... Там, кстати... Там, кстати... Лазерный диод... Цимаунт... В самый... В самый... В заднице... Можно так называть... Сколько он... Частотует... Я, конечно, не знаю... Но он точно... Инфракрасный... Невидимого спектра... То есть... Сделано... Сюда... Здесь он... Туда вставлен... И... Закручен... То есть... Заклеенный здесь... То есть... Запрессован... Он... Сказать... Прикрутил... Вот на эту... Латунную балдашку... И... Запрессован туда... Это самое... И здесь залит... Эпоксидкой... Вот так вот... Придумали... Как... Конечно... Слишком уж... Похитрожоповски... Вот... Мне просто интересно... Какой мощности... Вот как... Лично я вот увидел... Не знаю... Как вы увидите... Не увидите... Но к нему идет... Очень... Много... Много... Самых контактов... Ну... Такое ощущение... Что... Он... Довольно-таки... Мощный здесь стоит... Чтобы... Чтобы создать... Такую... Небольшую мощность... Для... То есть... Чтобы накачать... Кристалл... Это самое... Желтого... Ну... То есть... Лазерную сборку... Желтого лазера... Мощность... 5 милливатт... То есть... Не знаю... Сколько... Конечно... Там стоит... Но... Как по мне... Удовольники... Тоже мощный... Такое ощущение... Как будто... На 2 милливатт... Может быть... Судя по контактам... То... Сколько их там идет... Это самое... Такое ощущение... Прямо... Как будто... На 2 Ватт... Стоит... Я вот... Не знаю... Конечно... Как добраться... До него... Прямо... Ну... Прямо... У меня... Такое ощущение становится... То... Довольно-ки... Серьезная накачка идет... Даже... Для 5 милливатт... То есть... Работает он... Конечно... В импульсном режиме... Это диод... Это самое... То есть... Не сам диод... Плата на него импульсами подает... Напряжение... То есть... Он... Очень быстро мигает... То есть... А иначе бы... Тогда... Если бы он... По ходу работал постоянно... Скорее... Что тогда батарея... Очень быстро села... Ну... Я так понимаю... Не знаю... Как его оттуда дернуть... Нафиг... Чтобы посмотреть... Не знаю... Знаешь... Что его оттуда выбивать надо... А выбить его можно только в том случае... Если он сгорит... Давайте попробуем... Поджигалки погреем... Ну... А что... Может получится... Эпоксид какой-то диод... Или... У нас будет... Так сказать... Шанс... Увидеть... Как в действительности он... Что его накачивает... То есть... Какой диод... И все такое... Ну... Тоже запахло эпоксидкой... Ну... Сейчас попробую... Горячить зараза... И... Конечно... Нихрена не происходит... С этой... Эпоксидкой... Ну... Да... Она немного... Вот... Рассыхаться стала... Здесь... По краям... Вроде... Как будто бы... Нафиг... Какие-то есть... Небольшие... Вот... Так... Идет нам записи... Вроде бы нет... Сейчас попробуем его... Вкрутану... О... Пошел... Нифига себе... Он поход туда вкрученный... Да... Он туда... Вкрученный... вкрученный красный диод благо кстати да вот так выглядит и у крышка и вот так он выглядит сам дочет контактов к нему реально до хрена идет и кстати кстати идет додумались спилить то есть вот так вот придумали сам чтобы уместить в указку c mount до контактов к нему прямо реально чудо хрена идет это смотреть саммит то есть я уверен то что среди тех кто будет смотреть есть понимающие в этом деле хотя бы чуть-чуть то есть диод довольно-таки стоит мощный самый медный даже для 5 мили ватт накачки не знаю может такое ощущение как бы вот 5 даже это самое потому что очень много контактов идет конечно сейчас мы попробуем сделать одну вещь это самое есть конечно она у нас получится надо мы его сейчас остудим и попробуем зажечь лазерную склейку от 532 но это будет уже следующее видео ну то есть в этом же видео так ну вот нашел я новый аккумулятор и это самое и сейчас покажу как он вообще светит сейчас немного свет приглушу так сказать чтобы было видно вот так он светит прям настоящий мини-прожектор это самое я заключу свет опять и покажу вам то есть что будет если вы на черное направить он начинает прожигать прожигать довольно прожигать довольно быстро то есть самое получается то что можете здесь довольно приличное чтобы получить всего лишь 5 милливатт от самой 589 на метров это самое то есть именно из-за этого здесь собрана такая плата и самая чтобы подавать на лазерный диод импульсами высокий ток то есть высокий ампераж это самое потому что это мы так как такой батарейки походу я не хватит самая поэтому здесь чтобы он чтобы именно 2 и 2 вольт это мы высокой мощи собеспечить но правда импульсами теперь это мне другое интересное какое-то диод это самое не стоит 808 или какой хитрый так сказать сам поэтому мы возьмем кристалл от зеленой лазерной каски gt 500 до gt 500 милливатт это самое и попробуем просветить его это самое то есть чтобы узнать вообще чё хоть здесь за диод стоит то есть можно ли допустим обычно 808 накачать желтый лазер так возьмем этот корпус либо здесь какой-то стоит редкий лазерный диод которая допустим хрен найдешь или там подобное так ну вот сейчас если увидите зеленый огонек значит это 808 на метр на свете значит это мощный 808 на метров он довольно таки то есть желтый лазер получается накачивать тоже 808 на метров то есть никаким там редким а именно 808 то есть довольно таки доступным лазером ну и благо конечно не особо дорогим то есть это самое тоже 12 ватта 3 ватта за можно довольно таки ну то есть купите за мной без всяких так сказать если их проблем в поиске точка получается в зеленом лазер очень яркая то есть по ходу реально реально до хрена и самое в этом лазерном диоде мощности да очень яркая примерно как милливатт 500 где-то это самое то есть это самое то есть получали то есть вот я так сказать можно сказать определил лицам вообще по точке но сейчас я конечно покажу его и сам поставив вот эту коробку вот так как сам сейчас вы увидите довольте сидел ярко горит это самое так не знаю как то вот так то есть светим кто-то диод точными диодах кристаллу светит довольно таки ярко то есть получается он действительно мощный здесь стоит чтобы получить пятьсот восемьдесят девять на метров мощность мощностью 5 милливатт сейчас попробуем сам пятьсот восемьдесят девять на метров накачать им же конечно его желательно туда засунуть но пойдем попроще то есть силу а вот 529 на метров уже не позже не так просто 532 его надо довольно впритык ставить он требует хорошей фокусировки чё хочу сказать вот как то так все всем казалось самое теперь ты лучше точно всем пока да 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 очень красиво сейчас я так сказать небольшое продолжение да кстати вот я забыл сказать лучше он самое он импульсом то есть напряжение импульсом подается то есть лучше не постоянный на работа в импульсном режиме дым как на дым конечно другое дело дым конечно другое дело дым как на дым дым как на дым